МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это день 27-го июня Раделиз. Петр Шувалов, шеф жандармов Российской империи. Один из самых влиятельных вельмож в царствовании Александра Второго. Владимир Петляков, советский авиаконструктор. В этот день 27-го июня 1709 года состоялся военный совет, на котором Петр I решил, что даст шведам генеральное сражение под Полтавой. 27-го июня 1771 года русские войска вошли в Крым. После этого полуостров стал русским. В этот день 1865 года по указу государя Александра Второго основано Министерство путей сообщений. 27-го июня 1931 года инженер Игорь Сикорский в США получил патентное изобретение первого вертолета. 27-го июня 1941 года в Венгрии один из сателлитов нацистской Германии объявил войну СССР. 27-го июня 1905 года на броненосце российского императорского флота князь Потемкин-Таврический вспыхнул мятеж. Десятилетиями на уроках истории восстание на Потемкине объяснялось червивым мясом, поданным на обед матросам. Действительно, этот эпизод имел место, и он попал на экраны знакового фильма Сергея Эйзенштейна. Однако предпосылок у бунта было больше, и случиться он мог намного раньше. В действительности брожение началось еще на этапе строительства корабля. Современный мощный Потемкин заложен в 1898 году в Николаеве. Пару лет спустя его спустили на воду, но продолжили монтаж котлов и машин. Причем в строительстве участвовали и будущие матросы-броненосцы. И вот уже тогда недавно образованная РСДРП создала в этой среде подпольные агитационные ячейки. Уже после 1917 года бывший матрос второй статьи Данилов вспоминал. Часто мы собирались в кубрики по 3-4 человека, подальше от офицеров и их прихвостней, чтобы вместе прочитать переданную нам с берега листовку или газету. С жадностью ловили мы каждое слово большевистского агитатора. Революционная агитация шла довольно развязно, так что вскоре о готовящемся бунте узнало и командование. За три дня до выхода на первый для нового корабля маневры 25 июня 1905 года около 50 матросов подали прошение о списании их на берег. Принимать участие в восстании они не желали, но и заговорщиков не сдавали. Знал о грядущем и капитан Евгений Голиков. Кто-то из матросов его предупредил. Порядка 40 предполагаемых заговорщиков были списаны на берег без объяснения причин. За день до выхода в плавание пришла пора червимому мясу сыграть свою историческую роль. В жаркий одесский день в лавке купца Копылова закуплено 28 пудов говядины. Сутки мясо пролежало на корабле, прежде чем попасть в борщ. По утверждению участников, протест против некачественного мяса организован группой заговорщиков, чтобы проверить готовность команды поддержать мятеж. Последующие события развивались стремительно. В обед, по традиции, матросам налили почарки. Разгоряченная водка и агитация большая часть команды открыто роптала. Капитан Голиков под угрозой наказания приказал разделиться матросам на две группы. Готовых поедать борщ и протестующих. Пыл быстро поугас. Уже и бунтовщики потянулись за большинством. Видимо, здесь и была допущена ошибка. Старший офицер Гелировский приказал переписать фамилии замешковшихся и принести брезент – явный признак приготовления к расстрелу. Тогда роптание сменилось бунтом. Матросы захватили оружие и сразу уложили несколько офицеров. Бунтовщики во главе с матросами Матюшенко захватили подошедшие на маневры миноносец. Объявили Потемкин территории свободной России и требовали свержения самодержавия. В город прибыли войска. Навстречу броненосцу выдвинулась эскадра из Севастополя. Тем временем сам Потемкин открыл огонь по городу. По счастью, никто не пострадал. Потемкин еще 10 дней метался близ русских портов, пока восставшие окончательно не отказались от мысли о революции на флоте. 8 июля броненосец прибыл в румынскую Констанцию. Кароль I, правитель страны, гарантировал морякам не выдачу, а корабль вернули России. Судьба мятежников сложилась по-разному. Матюшенко, лидер восстания, тайно вернулся в Одессу. Был опознан, судим и повешен. Это была единственная казнь. Еще 245 вернувшихся в суд приговорил к заключению. Большая часть матросов осталась в эмиграции. Один из них, Иван Бешов, добрался до Ирландии, где прожил до 102 лет и стал известным предпринимателем. В 1955 году оставшихся в живых матросов наградили орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова